Спасибо большое еще раз за очень интересную лекцию. И может быть на правах модератора я начала бы с вопросов. Можно ли вот такое обобщение сделать, что вот эта человечность, о которой ты говорил, у нее есть определенная традиция. То есть нельзя говорить, что вот эта конфигурация человечности возникла после Холокоста. То есть если она и была, то была до того. Но это определенная традиция, да, это она связана с Макиавелли, спора с ним. Второй момент, что решающая для понимания этой человечности есть испытание подлостью. Вот как бы ты это обозначил. И третье, для себя я пометила, что это связано со совместным опытом. Но вот для меня тоже не до конца понятно, всегда ли это с совместным опытом связано, или это может быть индивидуальный опыт. То есть правильно ли я связала, что это определенная традиция, что это вот испытание подлостью, и что это совместный опыт. Это мой первый вопрос, еще раз немножко, да, обобщить. И мой второй вопрос, а что вот с этой конфигурацией человечностью случилось на постсоветском пространстве, постсоветское время? Изменилась ли она, приобрела ли новые черты? О каком, о каких видах человечности, гуманизма мы сегодня можем и должны говорить? Ну да, после ГУЛАГа, это сейчас уже в России везде шутят, это просто фейковские такие картинки, что вы знаете, в России захотели поменять интернет на Чебурашку, и поисковик в шутку сделали вместо ГУЛАГа. Но это поверхность, то, что лежит на поверхности, ничего не объясняет. И действительность о том, что ничего не объясняет, очень много говорил и говорит постоянно Белевик, что на этой поверхности постоянно показывается бесконечность образов, которые ничего не объясняют. И это то, что Хайдегер и все в Туркии называли и вот этой банальностью, не обязательно нацистской, или Дасман, вот это просто вот что, что-то там, это вот такой гламур, и манипуляция в виде гламура, и удивление всякому, что вокруг нас происходит. Ну и вот советское, постсоветское пространство, оно требует, конечно, особенного внимания. Давайте вернемся немножко к первому вопросу, чтобы подытожить так. И опять я говорю, Хайдегер и следует, то есть Сантера задается вопросом, что такое гуманизм. И отвечая на этот вопрос, он говорит, гуманизм это экзистенциализм. Но экзистенциализм он понимает как экзистенцию, то есть исхождение. Исхождение не как осуществление, экзистенция в средневековой философии понималась как актуалитас, как актуализация наших потенций. Вот Бог задал некоторые потенции, мы их актуализируем. И вот я родился, у меня есть некоторые задатки, я их актуализирую. И вот этот является экзистенциализмом. Нет, и Сантер, и Хайдегер говорит, это не экзистенциализм. Экзистенциализм это не актуализация наших навыков, а исхождение, исход, экзот. То есть каждый исходит в этом таком германифтическом или экзетическом понимании. Это такой наш путь, это постоянный исход из нашего душевного Египта. То есть мы постоянно уходим из собственного Египта, через пустыню, в некий мир духовности. Вот этот существует исход, и экзистенция как исход и удаление от субъективности, от подлежащего и от того, что нам подкладывает и преодоление в собственный субъектив. Этот исход идет двумя путями. Во-первых, исход происходит не просто, что я придумал, уйти очень тяжело. И этот исход, это и есть обучение бон-артес. То есть исход, это тогда, когда мы учим стихи и смотрим искусство. Когда мы говорим друг с другом о глубоких вещах, исход это не тупость. Исход это, как некоторые, Джордано Бруно говорил, что это героический энтузиазм. То есть я учусь и через это обучение любовь я ухожу из своей банальности, из своего бездомия и приобретаю наконец дом. И вброшенный и будучи бездомным, я могу приобрести этот дом через исход. Но тем не менее, вот этот исход через бон-артес существует в двух направлениях. Возвышающей целительности, Хайдеггер говорит, и в коварстве ярости. И естественно, что большинство мыслителей, абсолютное большинство уделило внимание вот этой возвышающей целительности. Как бы, вот, и не хотелось бы ее разрушать, и возвышающей целительности. Это кажется так, что мы любовно и благожелательно друг с другом общаемся. Общаемся в искусстве, в бон-артес, в риторике и в красивой литературе. И, возможно, здесь и существует некоторая вот гомо-гуманность. Но существует и совершенно другой опыт. Потому что вот этот опыт целительного восхождения, он опасен тем, что под целительным восхождением прикидывается идеологии, всевозможные идеологии. И целительное восхождение, это, например, изучение марксизма, ленинизма, трех основных источников его и тому подобное. Это тоже понимается как целительное восхождение. Любая иллюда может быть представлена как целительное восхождение. И это такой позитивный путь, но не путь нигилиста. Он красивый путь. Возможно, иногда он случается истинным путем. А коварство ярости, вот это злобное коварство ярости, он путь ужасный. И вот этот путь ужасный, который переживает через символический драматизм. Но дело в том, что нужно ли пережить каждому из нас это коварство ярости, я не могу ответить. Но дело в том, что это коварство ярости уже присутствует в нашей истории как некоторый опыт. И опыт ГУЛАГа, и опыт Освенцина. И вот я долгое время разбирал со студентами покаяния Абулаца. И для меня очень было интересно. И потом я вдруг, это 85-й год, показали, 87-й год, это символ перестройки. Там вся эта метафорика, которую я указывал в этом фильме, присутствует. Кто помнит фильм о покаянии? Но в 1994 году его не обсуждали, фильм о покаянии в России. В 2004 году, то есть уже проходит 20 лет после покаяния, его фильм прокляли, сказали, что это перестроечный тупой фильм, который искажает советскую действительность и унижает советского человека. И нам покаяния не надо смотреть вообще. А после 2014 года вообще никому не до покаяния, потому что нужно переименовать город Волгоград в Сталинград. То есть все уже это в постсоветском пространстве меняется. Представители мемориала, которые исповедуют похожие мышления, как я, представители мемориала спрашивают иногда, когда это все начало меняться. И они, по их мнению, они часто отвечают. Это начало меняться, когда в 1996 году стали по ОРТ показывать старые песни о главном. Был такой проект, старые песни о главном. 1996, 2007, 2008, 2009, до 2000-го, 2000-го года окончились. Это лучшие песни собранные и которые восхваляют советскую жизнь, начиная с 1940-х годов. Первая часть посвящена сталинскому периоду, а потом вторая часть там хрущевскому периоду, потом брежневскому, потом смешанная. Такая всякая. Там такой красивый розыгроз. И там в этих старых песнях о главном нет ни одной песни, которую пели в ГУЛАГе. Ну, мое имя Александр, а я хотел бы еще раз выступить. В общем, у него был такой психоаналитик, он был в ГУЛАГЕ, который сам был в ГУЛАГЕ, который сам был в ГУЛАГЕ, и там написано удивительное основу. У тех и многих запах людей аристократической культуры, которые оказались в ГУЛАГЕ, и у них это может быть ярость. Она поражалась просто в отрицании реальности ГУЛАГЕ. Эти люди замкнулись на свой внутренний мир, они не занимались какой-то глубокой рефлексией происходящего в ГУЛАГЕ, они просто ей оппозиционировали, исходя из своей погруженности в действие, и они не совершали аморальных поступков не потому, чтобы у них было какое-то гигантское теоретическое обоснование, они просто не хотели помогать лагерной системе в ее эффективности. И одним из таких словов ГУЛАГЕ, как мне кажется, был Владимир Буховский, потому что, несмотря на бедность советов и отрицание элитарности, тем не менее Буховский, это можно считать наш соотечественник по Речи Посполитой, это польский шляхтич, это сын писателя, и он реализовал такую аристократическую парадигму в фольцлагере, и он боролся с системой иначе, не через солидарность, не через какие-то такие вещи, он, ну, один, ну, можно назвать как метафора одинокого волка, который, казалось бы, волк, казалось бы, один, но он никому не творит зла, и, как это ни удивительно, он оказывается эффективным в борьбе с этой чудовищной гигантской системой. Пришел и вопрос у кого-то этой стратегии, стратегия Мелета, да? Ну, мне Буховского очень уважаю, я его читаю, я его сегодня никак не излагал, и вот эта личная ярость, сопротивление, оно может, конечно, быть, но я пытался выбрать не конструкцию, но я пытался вот опираться в первую очередь на Шаламова, как на предельный опыт. Почему? Потому что Буховский и многие, то есть, как бы, ГУЛАГ это и послал Женицыну, и те, которые там были, или кому рассказывали, это адданте, это девять кругов, это, значит, в каждом кругу различная дисциплина. Девятый круг – это Колыма, золотые еврейские, там, где был Шаламов. А многие, есть и первый круг, например, первый круг – это для ученых и писателей, которых слишком власть, то есть, не теребила. И в нацистских концлагерях тоже существовало различные режимы. И, то есть, когда мы говорим девять кругов ада, это означает девять режимов. И Шаламов говорит только, в ад этот попадает не за грехи, а за безгреховность. То есть, чем меньше грехов у тебя, тем глубже ты сидишь. Самые-самые-самые безгрешники большие сидят в девятом кругу. А если у тебя есть хоть какой-нибудь грешок за собой, за которым ты хватаешься, и о котором ты говоришься, возможно, ты попадешь в первый, второй, третий круг. Он отрицательно, то есть, не так, как Данте понимает. И поэтому Буковского, Буковского я просто не хочу в этом плане рассматривать, потому что это не столько предельный, я бы сказал, не столь предельный опыт. Но вот и у вас присутствовал немножко вот вопрос, и индивидуализм упомянули, и перед этим спрашивали об кооперации, что означает вот эта кооперативность. кооперативность означает в том, что вот этот опыт человечности, он не накапливается сугубо индивидуально. Вот тот, как вы спрашивали, он накапливается сообща, аккумулируется. То есть, сообща, он аккумулируется, то есть, как бы, вот эта вся цивилизационность, весь человеческий опыт, он происходит и через диалогичность, через кооперативность, которая тоже может быть свободной. Сейчас я скажу, кооперативность свободная, это та, которая мы, например, художники или писатели, сообща друг другу, развиваем некоторые требования к друг другу, читая и проговаривая, какие стилистические новые требования, что означает новые стихи. Кооперативность Шаламова была в том, что он сотрудничал с другими поэтами, например, с тем же самым Пастернаком, для того, чтобы вот этот его стиль стиха, он развивался и раскрывался. Раскрытие происходит и аккумуляция опыта через эту кооперативность. А негативность всего этого происхождения, в конце концов, но это индивидуально, это чрезвычайно лично. И когда ты находишься на дне, и вот Шаламов говорит, что нужно делать в мире? Он говорит, следует предикологу, действует заповеди Бога, следует, все будет нормально. Но я говорю, добавлю еще одно требование, от ГУЛАГа. А какое его спрашивает это требование? А то, что каждый правд... Не суйся в чужую правду. Каким образом это? Не суйся просто потому, он говорит, что когда мы начинаем соваться в чужую... Это опыт ГУЛАГа. Что как только мы начинаем соваться в чужую правду, это сразу пишется до нас тогда. А донос это... А если ты не хочешь навредить другому человеку, несуйся в его правду. То есть не пиши... Не пиши донос. Возможно... А каким тогда образом другим? Вот если захочет он открыться тебе, вот этот человек, откроется, он откроется тебе, то тогда ты с ним и будешь беседовать. У Эммануэля Левинаса то же самое. Не надо распространить собственную картину мира на другого. Вот если он откроется, то тогда давай мы с ним и с другим будем разговаривать. А если он тебе не открывается, не переноси ему свою правду на него. Это одиннадцатая заповедь от Шаламова. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. 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 bir Продолжение следует... 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 делом, возвышающим, в первую очередь, религиозностью, это разум Реттердамский, например, или в другом совершенно смысле, как это понимали, кальвинисты. И то же самое это может быть и через Макиявелевский путь, который вот я уже упоминал. Но тем не менее, Хайдегер и другие, особенно после него исследовали, например, Павел Оскар Крисля, он о исследованиях о гуманизме, он говорит, что случается после Ренессанса с гуманизмом. Гуманизм превращается в филологию постепенно. Это филология в стилистике и в переводе. Изучение гуманизма в XIX веке гуманистическое образование понимается, в первую очередь это изучение латынского языка и греческого языка. И гуманистом ты считаешься, например, в романе «Доктор фауст Тома Самана» в самом начале уже определяется. Гуманист – это тот, который обучен, учил латынь и греческий, и музыку. И, естественно, Том Ман отрицает вот такой гуманизм, что это какой-то подлог произошел гуманизм. То, что сейчас происходит, гуманизм, как некоторое соглашение коммуникационное, прагматическое, аналитическое соглашение по поводу добродетелей, в первую очередь добродетелей аристотелевского происхождения, ну, таких развитых добродетелей, это уже то, что очень трудно мыслить как философию, как мысль, а понимается оно как некоторый юридический документ соглашения. Уже не присутствует как мысль, а присутствует именно как нормативный документ, который даже мыслить очень трудно, вот этот нормативный документ философский, потому что там перечень каких-то соглашений, различных политических движений и личностей, а также бюрократов, которые согласились по поводу, что нужно соблюдать в мире, чтобы это считалось, например, гуманистическим отношением по отношению к другому человеку. И вот эти споры прикладной этики, естественно, уже не относятся к тому различным вещам, о чем мы говорили. Франкл и все эти опыты, вот я немножко о них попытался, когда в самом конце упоминал о паузе и в этом опытах символического драматизма, говорит, да, да, вот существует вот такая вещь, как развитие через символический драматизм. И даже, я в Литвечь, например, встречался с одним психологическим тренингом, где этот пример применяется для тех людей, которые платят за это. Они согласны за это заплатить, и над ними тогда вот в течение двух недель очень утонченно издеваются. И после двухнедельных издевательств утонченных и очень болезненных, они уходят как бы освобожденных. Я скажу один такой пример, он глупый пример, но он показательный. Например, приходят такие гламурные дамы и говорят, вот я не могу делать карьеры, потому что я закована и тому подобное. Но она вот две недели изображает сексуальную тогда, такую духовную сущность, да, свою проявляет. И должна громко среди других людей материться. Материться две недели, проявляет всяческими образами духовную сущность свою, попелевину тут, и вот что-то там еще ломает, и себя применяя инструменты из искусства, лепит свое лицо, рисует себе там, что-то там, танцует, вот это все проделывает, вот это спектакль театра Дел-Арте или театр жестокости, на ней применяется. Это такой микро-гулаг делается, да. И вот люди за это платят. Я бы прокомментировал вот этот пример, как истерщики нашего мира, когда в нашем мире отсутствует человечность, тогда вот эта человечность приобретается такими глупыми технологическими ходами, поскольку люди не в состоянии живым образом переживать ответственно на свой опыт, они не в состоянии участвовать в гражданском активизме, не в состоянии принять чужие душевные трансформации, не встречаются с людьми, которые претерпевают такие глубокие духовные ломки и недостаточно открыты для того, чтобы их встретить, тогда надо заплатить вот за такой семинар деньги и из тебя делает духовную сущность. Но возвращаясь к вопросу об искусстве, но, наверное, есть, как ты считаешь, примеры в современном искусстве, которые все-таки с таким опытом работают? Ну, я думаю, тут очень много примеров в том, что называется антитеза театру, и антитеза театру – это перформансы различные, в этих перформансах хотя бы провозглашаются, я не говорю «осуществляется», провозглашаются, что вот этот опыт, он делается вот таким вот, Марина Абрамович лежит на льде, и я ее ученика потом видел с похожим примером, и лежит часами, и ничего не говорится, что но, и она бы умерла там, потому что идея была такая, увидят ли люди, что она там замерзает полностью, чтобы ее оттуда стащили, но никому не было об этом сказано. И там три часа оболочились вокруг, люди, пока кому-то дошло до того, что она, видимо, там сдохнет на этом льду, что нужно что-то делать, смотрите, она вообще посинела уже там. А в идее была жестокость в том, чтобы кто-нибудь там увидит то, что они о чем не договорились, это антитеза театру. Я встречался с таким же абсолютно опытом ее ученика одного, который уже не на льду лежал, но в таких неудобных прусках, и там на всяких таких жестких вещах, и лег он там и лежит часа четыре, я там уже на четвертом часу говорю где-то своему приятелю, слушай, вообще ничего не происходит, все журналисты давным-давно ушли, никто не снимает ничего, вообще никого не осталось. Мы тут, вот я, ты и вот этот перформансист, лежит он там, давай, говорю, мы его стащим как-нибудь, помрет же человек, вообще не собирается никак. А оказывается, в этом и была суть. Но я до этого о Марине Абрамович не слышал, поэтому как бы надо было самому найти, что кому-то ужасно там плохо. Я был очень удивлен, но дело в том, что я не уверен, что вот такие перформансы, антитезы, театры действительно всегда помогают. Я все-таки придерживаюсь вот того, что я говорил, конечно, что искусство должно, по-моему, может присутствовать другим образом в нашей жизни, не только как вот это испытание, о котором я говорил, а испытанием жизни так можно быть открытым. Хорошо, спасибо. Если я вас правильно понял, то суть вашей концепции заключается в том, что в экстремальных условиях понятия добра и зла, подлости и чести как бы меняются местами или перемешиваются. И только человек является мерилом того, как нужно себя вести, поскольку он обладает свободой. Это правильно, да? Вот, но как раз вот Виктор Франкл, который прошел нацистские лагеря, он заметил очень важную вещь, что человек, который утратил ощущение смысла, он ложится и быстро умирает в условиях голода там и прочего, издевательств и прочего. А вот человек, который сохраняет смысл, он как раз способен оказывать сопротивление. Поэтому есть нечто абсолютное, а не релятивное, не, так сказать, задемленное на конкретную личность в этих ощущениях смысла. Вот, я немало работ написал о современном светском гуманизме. Вот, и для меня гуманизм, это прежде всего нерелигиозная вера, то есть вера в возможности человека выстоять, сопротивляться, сопротивляться злу, сопротивляться подлости. И в этом смысле как раз очень нам помогают и примеры из эпохи возрождения, зарождения гуманизма. Скажем, противоположность Макеавелли, о котором вы сегодня много говорили. Великий философ и драматург Уильям Шекспир в своих гениальных произведениях показал, насколько непрактично зло столкновение на длительных периодах исторического развития. Особенно важно в этом отношении драма Макбет. Вот, Макбет совершил страшное преступление. Он, чтобы получить власть, он убил своего предшественника, доброго короля Дункана вместе со своей женой. И вот, значит, он вовлекается вот в эту пирамиду зла. Для того, чтобы сохранить эту власть, приобретённую нечестным путём, он вынужден убивать, убивать и убивать. Он должен терроризировать всех. Очень современная коллизия. И вот колдуньи предсказывают ему, что он неуязвим со своим злом. И он будет править, пока Бернамский лес не пойдёт на Дунсинан. И вот всегда находится тот Бернамский лес, когда его противники самим злом подвигаются на то, чтобы взять ветви и пойти на замок Дунсинан. И взять его в штурму. И эта коллизия в истории постоянно повторяется. Спасибо. Первое. Насчёт сравнения нацистских концлагерей и кулаковских, а это много в отреком сравнительных анализах. Есть существует такая существенная между ними разница, с которой я согласен. Первое. Вот нацистские лагеря, по той же самой Ханн-Айлен, которая долго их исследует, это механическая система насилия. То есть существуют некоторые люди, которые присматриваются заключёнными ассоцина, за жертвами, они никогда не попадают в... Им не угрожает быть вот этими жертвами самим ассоцина. Кулак – это органическая система, а не механическая. И по Солженицу, ну, каждый, кто там участвовал как присмотрщик, в один день становится заключённым. А Шоланов говорил, какая разница на севере, на Кулыне, между предмот... между тем, который смотрит с одной стороны колючей проволоки и с другой стороны колючей проволоки. Вот они смотрят друг на друга 20 лет. Но разница иногда есть, например, в парике Клепа. С одной стороны больше, с другой меньше. Но они, вот эти люди, постоянно меняются. И Шоланов, например, пишет, вот тот, который меня осудил, его расстреляли в 1939 году. Тот, который другой меня осудил и насиловал, он вот замучен в Кулаге в таком-то году. То есть они меняются местами. Сам Шоланов с 1951 года начал работать фельдшером. Он уже ушёл, но остался в Кулаге и начал работать с другой стороны. Уже не как присмотрщик, а как фельдшер, но тем не менее с другой стороны. И вот это изменение состояний, она в нацистских концлагерях почти невозможна. То, что самая вулаговская система, она предусматривает то, что это все порывные лятые системы. И каждый может там участвовать. Поэтому такого жёсткого различения между злом и добром, который присутствует в нацистских концлагерях, вулаг, вулагских лагерях отсутствует. И потом следующее, по поводу Шекспира. Да, там очень-очень хороший, замечательный пример. Шекспир и сливался, и насмекался над Макгевелем. Но вот по поводу Шекспира, короля Ира, другой пример. Действительно, может быть, таким мы можем рассматривать два полка. Мир, зла, мир, добра. А еще существует по поводу Шута у короля Ира. Мир Трикстера. Трикстер – попальщик, который болтается везде. У Джойса, Вильяма Джойса, в улице этот лук, который вот такой вечный еврей, но ирландец, который никому не нужен, но он все время блуждает. И к которому не относится к этому вечному жиду в категории ни добра, ни зла. Он даже по нищему, даже не по ту сторону добра и зла. Он не относится вообще вот к такой же непонятной, ни нечто непонятное. Но дело в том, что когда мы мыслим о подлости, это эти категории, которые должны относиться к этому вечному скитальцу. Жиду они только к тому, кто уверенно, очень уверенно держится до конца. Жуна, мы говорим о некоторых, как ксензах, например, литовских или польских ксензах, которые попадали. Но они, они пишут, вы знаете, они духовно держались до последнего. Они были абсолютно духовны все время. Они умирали верными. Спасибо. Галина. У меня некоторая теоретическая неясность осталась после этого вашего выступления. Хотела отточить. То есть, мне кажется, вот, отвечая на вопросы, в самой лекции, вы, с одной стороны, говорите о том, что существует конечного, какого-то, окончательного ответа по поводу того, что такое человечество, соответственно, что такое, там, окончательное подлость, да. Тем не менее, вы планируете какими-то феноменами, фактами историческими, которые, как-то так получается, что они, как лицетворяют собой, либо вот эту подлость, как бы, да, либо человечность. То есть, получается все-таки, что каким-то образом вы соскальзываете в вот эту субстанциональность. Да, все-таки есть в аристотельской вот эту этику, да, якобы есть какое-то благо, и, соответственно, что все, что не это благо, это звучит-то зло. Но в связи с этим, я вспомнил, тем не менее, я хочу обратиться вот к середине на вашей лекции. Вы говорили там о феномене пунктуазной любви. И в связи с этим, у меня вспоминается седьмой системы облака, надо идти к психоанализу, как раз Лидян тоже очень активно обращается к этому феномену. И как раз он акцент делает на том, что, с одной стороны, вот это как раз такая вот точка, историческая точка, когда появляется, по большому счету, вся романтическая культура, да, вот это вот возведение женщины в идеал, там и так далее. И при этом, как бы, основа таких источников, доверимся в Лакан, что он где-то работал средневеков, он говорит о том, что та же самая женщина, которая вот воспринимается как красный идеал, как бы, отношение к ней как к обычному телесному существу, оно, в общем, далеко до, до, даже мало коррелирует, да, вот с этим идеалом. То есть, насколько я могу понимать, трактовать эти полотно-рамы, эти полотно-реального, смысл состоит в том, чтобы удерживать в фокусе этот вечный разрыв, да, то есть романтическая культура, как я себе представляю, она пошла по пути вот этого возвеличивания, там, там, как бы, она трансформировалась, там, вплоть до сегодняшних реформансов, тем не менее, вот это какое-то биологическое, животное какое-то, нечто несимволизируемое, как бы, да, оно уходит из фокуса. Если мы удерживаем фокусе и вынуждены символизировать это, то, что всегда ускользает и символизируется, оно, как бы, ну, мы этичные, грубо говоря, да, это такая упрощенная граничная версия, вот там, ну, вы, как бы, как вы работаете с этими конструкциями, насколько субстанционально субстанционально. Спасибо. Для меня, да, спасибо. Для меня очень важно, чтобы вы обратили все внимание на слово подлость. Я старался говорить о душевной подлости, и слово душевность я употреблял как синоним именно не подлость, а душевность употреблял как синоним гуманизма. То есть это получалось бы, как некоторая гуманистическая подлость, но гуманистическая в смысле образованности ин бон арт. И это получалось бы так, что куртизанки, не куртуазность уже, а куртизанки, которые не обязательно, они увлечены куртуазностью. Куртуазность – это некоторая символическая система любви, которая возвышала любовников выше вот простой телесной жажды. И вот Данте, его Петричи или Лаурой и Петранко – это в таком изображении они должны были раскрыть вот этот мир куртуазности, но не куртизан. Но впоследствии вот этот, как бы я с вами, если я вас понял хорошо, согласен, вот этот мир, то, что относилось к высокой любви, перенёшься и на мир женщин, которые стали восприниматься как те, которые способны быть «homo humanus», но этот мир был соотнесён не с тем миром добра, где по религиозным или таким хозяйственным описям, как женщина должна вести, а она появляется, женщина свободная вне этих нормативов, и она в первую очередь появляется там, где эти люди обозначаются, вот эти женщины обозначаются как непристойные, как то, что они ведь живут в подлости, но по чьему мнению подлости? Вот те, которые знают, что такое истинное, что такое хорошее действительное поведение. Вот они знают, что такое точно подлость. А те, которые не знают или не согласны, они говорят, что человечность раскрывает, и человечность, действительная человечность, вот эта высокая человечность раскрывается и в том мире, который мы относим к миру подлости. И пока мы не осознаем того, что и в том мире, который мы называем подлым миром, раскрывается высокая человечность, до тех пор мы будем как бы заключенными с собственной идеей. То есть мы имеем ответы на то, что есть добро и зло, особенно религиозно, в Атма-Цейном начале я упомянул, в школу всеединства, они знают, что такое зло, всегда знают, что такое зло. Для них единственной задачей является объяснить нам, что такое зло. У Виктора Гюго в его «Парижский хать» в кафедре Фролло тоже знает вот этот эксен, что такое добро и зло. Он вдруг влюбляется в то, что запрещено влюбиться. И тогда он соотносится с миром подлости. И в этом мире подлости находится его любимая женщина. Которого его буквально ненавидят. Но тем не менее, вдруг оказывается, что в том мире, который мы называем подлым, раскрывается какая-то человечность. И причем раскрывается высокая человечность. И моя лекция была не о том, как раскрывается высокая целительность, восходящая целительность добра, о котором мы знаем. Некоторые тут знают. И о чем я не хочу даже спорить, потому что одни знают, другие не знают. Но, по-моему, многие из тех, кто знают заключенными идеи или заключенные идеологии. А те, которые не знают ответа, для них еще существует одна возможность. Принять и того, что тем людям, которых мы считаем подлыми, вот в этом мире тоже присутствует высокая человечность. И вот этот фаус, который я в конце упоминал, через эти нечеловеческие эксперименты, в конце он говорит. Возможности самые человечные среди этих всех были те, которые со мной вот так работали. А все остальные, они заключенные идеи. Они все знают ответы на вопрос. Но с ними мне не о чем говорить. Я вот рискну задать вопрос. Нет, вот так задам вопрос. А как вот все эти размышления ты связываешь с твоим личным опытом присутствия на Байдане и чтения там лекций и участия в этих событиях в Украине? Было ли это мое участие таким подлым участием? Или высокие подлости? Нет, я не знаю, потому что я о этих идеях в то время не думал. Я думал о другом, потому что я упомянул шекспировского шута из «Короля Ира», который одним из примеров Трикстера, это такая обманщика. Я когда приехал на Майдан и сказал, вы знаете, вот три лидера стоят, Генциньок, Генбок и Кличко. Все из них знают истину. Все три. Я выступаю на маленькой сцене, на Майдане были две сцены. Одна большая, это там все. И вот президенты выступают. И другая маленькая для профессоров и свободных людей, которые могут выступать. Это открытый университет назывался. И вот я выступаю, мне кто-то мешает за спиной. Смотрю, там на огромной сцене, Генцинюк, там что-то, Кличи, там, вперед, там, Майдан, то, да, сё. Он точно знает, что нужно говорить. А я говорю, и он знает, что наши. Вот он говорит, наши вот так поступают, а они, чужие, поступают по-другому. А я говорю, знаете, я приехал вам рассказать о том, что вот однажды меня арестовали в Санкт-Петербурге. Я родился в Иркуте, и у меня в паспорте написано, что вот я родился в Иркуте, и никогда в жизни не было у меня никаких проблем. Ну, я приезжаю там, в девяносто, наверное, пято-шестом году, во время чеченских уже войн, приезжаю и иду по Питеру, и что-то там не так делаю. У меня подходит местная милиция, говорит, покажите гражданину ваши документы. И они посмотрели, у меня, Лиза, всё есть, всё в порядке, и уже дают всё, спасибо. Потом друг один замечает, говорит, подождите, подождите, вы родились в Иркуте, так вы и наш. Он так и говорит, так вы и наш. А если не наш, давайте пройдём на участки, надо с вами разобраться. То есть, и с нашими, и как только ты попадаешь в категорию наших и ваших, значит, сразу начинаются разборки. И до этого никаких разборок не должно было быть. А вот когда уже все знают, кто такие наши, ты наш, да, и им всё ясно. И вот эти три люди, вот я сам был и на баррикадах, и поддерживал, да, в одной принимал участие в ночных каких-то работах, строительствах, там чистил, лёд и всякие вот такие вещи делал, но и поддерживал полностью эту майдановскую идею, абсолютно был с майданом. Но против этих трёх людей, о которых упомянул, я говорил, я бы за них и те мои друзья никогда бы не голосовали, ни за одного, ни за другого, ни за третьего. Почему? Потому что они все знают ответы. Они уже заранее всё знают, как надо разбираться. И они заранее знают, как надо выстраивать мир. А мы вот тут все профессора, вокруг меня ничего не знаем. А они вот всё знают. И поэтому вот это, вот отсутствие, вот, и я там приглашал, конечно, к тому, чтобы мы были бы, я говорю, они там говорят, мы должны быть едины. А я говорю, мы должны быть разными. И ты не мой, и я не твой. Мы разные, но мы разные, мы можем быть вместе. Вот есть сотня еврейская, вот есть сотня чьих. Я говорю, должна быть одна сотня с Восточной Украины. А почему мы не говорим о левых идеях на Майдане? А почему мы не приглашаем тех и тех? Давайте и об этих говорим. Пусть они к нам придут. Мы и организовывали, мои друзья организовывали питание на Майдане для людей антимейданов. Я с ними ходил, чтобы разъяснить вот купленным рабочим, что вот вам дают сколько каши за то, что вы против Майдана? Три дня в день, да? Вы можете добавку, говорим, получить. Ни за что. Просто сходите в Майдан и возьмите добавку. А что, мы должны будем голосовать? Вы ничего не должны. Просто сходите, все. На экскурсию. Выпейте там кофе и все. И приглашали людей. Потому что мы не ваши и не наши. Вот чем я занимался на Майдане. Спасибо. У меня есть такой вопрос. Хотя, какой-то парень против любых идеологий, я понял, даже, ну, тщательно, с максимумом реализма, да, мне показалось, что все же больше реакция очень хихий и идеологизированная. Потому что я понимаю представление советского прошлого, да, и приравнивание, какие-то сталинистские практики, ГУЛАГа, это сталинистская практика, да, то есть не сталинизм или мизинь, да. Сашистская Германия, это все-таки часть либеральной или не либеральной, как бы, как это можно назвать, идеологии, да, вот, а все же, ну, опять-таки, соперодействия нет, ну, пусть Обама, когда он говорит, что любая радикальная идеология является врагом, да, США, да, ну, имея в виду, да, исламский индекдализм, да, мне кажется, ну, опять-таки, сложный высказок не уходит обратно, какая-нибудь айс, да, вот. Ну, я к чему говорю, да, то есть вы говорили про постсоветское пространство, про ГУЛАГ, про то, что было в прошлом, да, а вот все каски, да, возвращаясь к тому, что происходило сейчас, да, вот, к тюрьме Гонтама в США, да, к тому, что американский призм убил войну с террором, да, и любой человек, как бы, который до подозненного участия и сотрудничества с террористами, он может просто так убить вот этими самолетами беспилотами, знаете, да, дроны там есть, да, это первое, да. А второе, возвращаясь, ну, все-таки, к нашему миру, к пищу пространства, да, то есть вопрос, там, об интеграции Евросоюза, вот, как вы считаете, такой цереном УЛАГ, ну, по-моему, то есть представлению, вот, если, ну, политика по отношению к иммигрантам в Евросоюзе, вот эти тюрьмы, которые есть трое депортационные, в каких условиях там содержатся люди, да, то есть, которые подлежат депортации с Евросоюза, да, то есть, вот, ну, как вы комментируете эту политику? Ну, во-первых, ну, очень сложный, конечно, такой, очень широкий вопрос, спасибо, но я попытаюсь, ну, в своем вот, в таком дискурсе, в своей теме ответить. Вы знаете, вот, когда я упомянул, что, вот, трикстеры, это отношусь к тому, к такому игроку, которому нечуждо и некоторые подлые поступки. Если просмотреть различные трикстерства, то, вот, и добро, и зло, с нашего взгляда, там, постоянно присутствуют. И что, вот этот опыт трикстерства говорит, что это, возможно, всегда изменение своей позиции, возможно, исповедь, возможно, покаяние, человек может меняться. Вот эти дроиды и всякие остальные машины, которые летают, они не оставляют возможности никакому покаянию, никакому изменению человека. Вообще, там все заранее записаны в террористы, террористы, у которых нет никакой души, никакого имени. Вот, чтобы преодолеть это, вот, отчуждение, в первую очередь, вот, и многие философы об этом уже писали, нужно вот назвать имя этого человека. И не только назвать имя человека, но и сказать имена его сыновей и дочерей. И когда у нас, вот, этот человек возникнет в своей жизни, вот тогда ты попытайся о нем говорить, как о террористе. Будет ли он только террорист, или он будет собственной душой? Конечно, солдату легче стрелять террориста, нежели, вот, там, человека, у которого есть собственная душа, вера и другие. Но оставим это солдату. Мы же, если, а для других, которые не солдаты, да, все-таки лицо человека очень важно. И остальные как раз и могут остановить солдата, чтобы не стрелял от террориста, террорист не стрелал от солдата. Потому что у солдаты уже все ясно. А вот наша задача в том, чтобы ясно не было. Вот, вы меня упрекали в том, что не ясно. Но это очень хорошо, что не ясно. Потому что если бы было ясно, что такое добро и что такое зло, тогда надо записываться только в солдаты. А если не ясно, тогда понятно, что по ту сторону, то, что мы относим к подлости, там может быть высокая человечность. А мы сами можем быть заключенными собственной идеологией. А чтобы вот это понять, что есть, что, это само понимание, оно является чрезвычайно сложным. И первый шаг, по-моему, что я и пытался сегодня сделать, то есть сделать шаг не в сторону добра, а в сторону подлости.